Привет, красотки и красавчики! В последнее время к нам приехала просто тонна новинок разных брендов. Я сегодня уже сняла видео со сводчами 10 помад из новолинейки Catrice Full Satin. Возможно, оно уже в эфире, возможно, оно после этого видео выйдет в эфир на канале. В любом случае, новинок просто тонна. А, еще новинки Catrice мы с вами в отдельном видео рассмотрим, помимо этих помад. И сегодня в этом видео я решила соединить вместе новинки бренда Kiko Milano и новинки белорусского бренда Belor Design. Все эти вещи нам с вами прислали на обзор. Если честно, мне было дико интересно попробовать новинки Kiko, именно потому что я у этого бренда до недавнего времени пробовала только помаду вот из этой линейки, которая выглядит вот таким вот образом. Кстати, из этой палетки у меня странная история. Это не новинка, я вам просто расскажу о ней вкратце, если вы не видели видео фаворитов и не видели то видео, в котором я вам эту палетку показывала. Вот эти вот тени в этой четверке поначалу на меня не произвели впечатление. Я подумала, ну, такое себе что-то средненькое. Они суховаты, что мне нравятся. Они не очень сильно пылят. И в целом, то, как они спрессованы, мне нравятся. Но это такие сдержанные какие-то повседневные, тяготеющие к люксу оттенки, фанатом которых я обычно не являюсь. Но потом, когда я начала эту палетку чаще использовать, я влюбилась в сочетание вот этих вот двух оттенков. Вместе они делают такой нежный, такой какой-то, не знаю, макияж феи. То есть что-то такое женственное, легкое. И смотрится на веки очень гладко. То есть эти тени явно не подчеркивают текстуру вашего века, не подчеркивают складочки. А вот теперь уже переходим к новинкам. Отдельно хочу выделить оформление этой линейки. Шикарные коробочки сразу навевают мысли о лете. Насколько я понимаю, эта коллекция, по сути, весенне-летняя. Здесь вроде бы всё минималистично, но тактильно все эти вещи очень приятные. И сделано всё очень качественно. Здесь есть магнитик. То есть эта вещь в сумке где-нибудь, если вы путешествуете, явно не откроется. В этой палетке у нас присутствует два хайлайтера и два тенка румян. Но я эту вещь также умудрилась носить, как скульптор-бронзер. Потому что оттенок такой розовато-коричневатый что ли. Это матовый оттенок. Вот этот очень сияющий розовый. И вот это, соответственно, два металлизированных хайлайтера. Но текстура здесь везде разная. Хайлайтер Джаконда. Если я не ошибаюсь, он называется Джаконда. Так вот, он более розовый и чуть более сухой такой. Чуть более плотно спрессованный и более металлизированный. То есть он явно не такой гладкий, как Golden View. Golden View, соответственно, это золотой хайлайтер. Оба они смотрятся интенсивно. Но вот этот может чуть-чуть крошиться и в целом он не так легко скользит по коже, как Golden View. Но если вы нанесете его на влажную кисточку, то есть если вы сбрызнете свою кисть перед нанесением хайлайтера своим фиксирующим спреем и потом нанесете на эту кисть хайлайтер Джаконда, тогда он будет просто идеально смотреться. То есть он будет смотреться влажным, таким насыщенным. Именно так я его носила. Golden View и сам по себе хорошо работает, и на влажной кисти тоже наносится идеально. Оттенок Sunrise такой же шелковистый, как Golden View, то есть текстура у них идентична. И финиш у них тоже, по сути, одинаковый. То есть это очень сияющая румяна. Если для вас сияния в румянах буржуа, вот в этих вот кругленьких, слишком много, то здесь для вас сияние будет, наверное, просто какое-то непереносимое, потому что, по сути, это топер для румян. Это очень такой ядреный, влажный оттенок. Это не едва сияющий сатиновый финиш, а именно на все сто сияющий. Я не знаю, как лучше это объяснить. В целом, если вы хотите что-то сдержанное и мега-естественное, то этот оттенок не для вас. Но я сияющий румяну люблю, поэтому оттенок Sunrise мне тоже пришелся по вкусу. В этой палетке нет зеркала, чего мне не хватает. Вместо него здесь есть советы по нанесению. Было бы зеркало, было бы, конечно, чуть лучше, но в целом я считаю, палетка удачная. На нее приятно смотреть, ее приятно пользоваться, и ни один из оттенков не имеет запаха. Это говорю не зря, потому что у румян, вот у этих вот в однушке запах есть, и я от него тащусь. Но сразу скажу, что запах на любителя, он очень сильный, то есть он не какой-то там нежный, едва уловимый. Вы только открываете румяный, вот он, то есть вы ощущаете этот аромат. Он цветочный и пахнет, я не знаю, каким-то спателем, вот чем-то таким приятным пахнет, отпуском, каким-то чил-аутом. Такой кайф. Наверное, просто мне лета не хватает, хочется уже. Загорать хочется, наконец-то. Так вот, давайте о румянах. Называются они Tascan Sunshine Blush, Tascan Iris, номер 02. Объем 9 грамм, то есть румян здесь много. Здесь, к счастью, есть зеркало удобное. Румяна с градиентами, есть светлая сторона, такой переходик и темная сторона. Но я ношу их просто, делаю вот такие вот круговые движения кисточкой и потом наношу это все на свои скулы. Я уже включила эти румяна в свои фавориты февраля, потому что просто не смогла устоять. Я их носила, наверное, каждый день, неделю как минимум. Гладкие, идеально набираются на кисть, просто шикарно тушуются, остаются на лице до конца дня. Если бы мне сейчас нужно было выбирать какие-то румяна для Project Pen универсальные, которые бы я использовала весь год, то именно эти румяна я бы в этот Project Pen включила. Если вы хотите купить какие-то прямо очень универсальные румяна, то есть если вы не хотите несколько оттенков, а хотите одни носить их постоянно, то мне кажется, именно такой оттенок вам подойдет. Tuscan Sunshine 3-in-1 Mascara. Эту вещь я тоже фавориты февраля включила, потому что редко какая-то тушь на меня производит впечатление. Не потому что я мало хороших тушей пробую, а потому что у меня короткие, прямые, тонкие, вообще не густые ресницы. Но эта тушь даже мои ресницы делает заметными. Да, сейчас на мне накладные ресницы, потому что я снимаю видео, но в реальной жизни мне этой туши вполне достаточно, чтобы получить такой приятный объем, удлинение, разделение. Она не осыпается, она до конца дня остается на ресницах, не щиплет, никакого раздражения не вызывает. То есть делает все то, чего я жду от туши, именно поэтому как раз она фаворита попала. Здесь две щеточки, одна такая без ухищрений, классическая. По идее, должна давать объем, но я ее наношу на нижние ресницы. И вторая реально гораздо лучше удлиняет. Она и должна, по идее, да, удлиняет и подкручивает. Справляется со своей задачей, действительно, удлиняет и подкручивает. Она чуть побольше, к ней нужно приноровиться, потому что в первый раз я испачкала свой век, когда тушь наносила, но потом приспособилась и больше никогда века не пачкала. Замечательная вещь, и, кстати, я читала в комментариях, кто-то из вас писал, что не только мне тушь Кико понравилась, то есть тушь и Кико априори хвалят. И теперь я понимаю, почему. Вот приятно в руки взять... Я не знаю, как они это делают. Наверное, может быть, Италию вспоминаю, когда эту палетку в руки беру. Tuscan Sunshine Eyeshadow Palette. Палеточка маленькая, удобная, приятная, будет идеальна для путешествий. Здесь тоже магнитик есть. Что я могу сказать о тенях? Текстуры мне у них нравятся. Они шелковистые, они не пылят, что я очень ценю. То есть они не крошатся, не пачкают тут все вокруг. Легко набираются на кисть, легко тушуются. Пигментация здесь средняя, то есть если вы хотите чего-то креативного, какие-то сложные переходы, эта палетка не для вас. Это вот такая повседневная рабочая лошадка. Это приятная во всех отношениях, но без какой-то там, я не знаю, изюминки для визажиста, вот скажем так. Самое близкое по ощущению, с чем я могу сравнить формулу вот этих двух металликов в палетке, это вот эти вот тени-однушки от L'Etoile. Если вам они нравились, то есть по ощущению эти тени вам нравились, по формуле, то, скорее всего, тени в палетке Kiko вам тоже понравятся. Единственное, что тени у L'Etoile как-то пожирнее, что ли, то есть они более металлизированные, более влажные, более насыщенные. Тени Kiko, да, тоже сияют, но, может быть, если говорить о сиянии, у этих 100%, а у этих там 80%. Но все равно вот эта влажность и текстура, то есть то, как они смотрятся на веки, у них очень похоже. Но я все равно не могу сказать, что это must-have, то есть что эта палетка просто вам всем необходима. У каждой из нас есть миллион и одна повседневная палетка, но если вы хотите что-то внешне симпатичное, что-то хорошо собранное и то, с чем не нужно заморачиваться, то есть те тени, которые позволят вам всегда создавать быстрый, симпатичный, повседневный, естественный макияж, то вполне эта вещь может вас привлечь. И последняя вещь от Kiko, о которой нам с вами здесь осталось поговорить, это Tascan Sunshine Holo Lip Gloss. Сияние здесь довольно интенсивное, то есть блесток много, но, к счастью, эти блестки на губах фактически, это не то, что фактически, они вообще не ощущаются. Кстати, насчет аромата. Запах приятный, сладковатый, и мне очень нравится аппликатор. Это не какой-то там дешевый, жесткий аппликатор, он двухсторонний, мягенький, и вот здесь вот он прозрачный. И на нем вообще блеска не остается, то есть он не выглядит каким-то там потрепанным, грязным. Вообще оформление, мне кажется, это одна из самых сильных сторон этого бренда. Сам блеск, как я уже и сказала, реально сияет, то есть здесь есть заметные частицы, это не какой-то там нано-шиммер, как в помадах Rimmel Lasting Finish. Здесь это блестки. Но они не выглядят дешево. Они выглядят, как какая-то усовершенствованная копия помад Maybelline, по-моему, Watershine они назывались. То есть вот это вот сияние, оно такое интенсивное, но при этом оно не выглядит пошло. По крайней мере, учитывая тот факт, что я априори такие продукты не очень люблю, мне этот блеск все равно нравится. То есть я его носила минимум раз в пять, и ни разу у меня не было чувства, что что-то там не так со мной. То есть я смотрела в зеркало, и в целом его вид меня устраивает. И из-за вот этих вот блесток, мне кажется, он визуально все-таки увеличивает губы. Говоря о стойкости, он как любой блеск не носится до конца дня, если его не поправлять, но ощущение на губах от него приятное. То есть липкость здесь, наверное, ближе к низкой, нежели высокой. То есть он не слипается, не тянет ваши волосы за собой. Хотя к волосам, конечно, прилипает, как любой блеск. Но не критично. То есть он меня не бесил, не раздражал в процессе носки. И в течение дня, пока у меня блеск был на губах, он ощущался комфортно, он губы явно не сушит. Теперь давайте перейдем к новым помадам от Белор Дизайн. Очень красивое оформление. Приехали вот в такой вот коробочке. Говоря о помадах, упаковка, как мне кажется, у них сменилась, потому что я никогда раньше такие помады в линейке Белор Дизайн не видела. Возможно, я ошибаюсь. Если ошибаюсь, исправьте меня в комментариях. Я не помню ничего красного у них. Здесь пять оттенков. Насколько я подозреваю, все они новые. Опять же, может быть, я не права. Может быть, это просто такая подарочная упаковка к 8 марта, и вот эти вот оттенки просто здесь все собраны. Короче, если вы специалист в линейке Белор Дизайн, если вы знаете ответы на все эти вопросы, пожалуйста, поделитесь ими со всеми с нами внизу в комментариях. Но для меня все вот эти оттенки новые. Я ничего подобного раньше у них не видела. Именно по этой причине я считаю, что это новинки. Я постила уже фоточки этих помад в Инстаграм. Кто-то из вас мне написал, вау, какая упаковка. Действительно, упаковка реально очень достойная. Ее приятно взять в руки. Гладкий пластик такой. Оттенки довольно-таки повседневные. Кроме одного, все эти помады кремовые. Они такие жирненькие. То есть формула у них классическая, влажная. Пахнет вкусно. Какими-то фруктовыми конфетами, что ли. Но запах нераздражающий. То есть он не сильно ядреный. Он явно гораздо слабее, чем запах румянки Камелана. Помады эти из-за своей формулы на губах живут не так долго. Но мне кажется, они живут на губах примерно столько же, как и любая вот такая вот кремовая, сочная, влажная помада. Есть ощущение периодически, что в этих помадах присутствует какой-то там едва заметный наношиммер. Я не знаю, как это объяснить. Но в одной из них, кстати, реально есть заметный шиммер. Но даже вот в этой, вроде бы она кремовая. Но когда ее наносишь на губы, все равно она не смотрится как монотонный такой стопроцентный цвет. Есть такое же ощущение, как при нанесении помады Airy Fairy от Rimmel. Или Birthday Suit от Rimmel. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю, если вы эти помады пробовали. Они не блестят, но они смотрятся чуть более объемными из-за вот этой вот своей особенности. Но если вы не любите блестки, не бойтесь, здесь их нет. То есть никто никогда в жизни не различит никаких сияющих частиц на ваших губах. Помимо, разве что, сияющих частиц в последней помаде. Но о ней мы отдельно поговорим. Это холодный, очень светлый, фактически консилерный розовый, точнее розовый нюд. На мне сейчас, даже при отсутствии загара, смотрится довольно-таки броско из-за своей светлой базы. Но если вы более светлая девушка, в особенности если у вас холодный потон, для вас это, возможно, даже будет идеальный нюдовый оттенок. Вот так вот смотрится на контрасте с моей желтоватой кожей. Оттенок под номером 46, это пыльная роза для всех и каждого. То есть это носибельный, повседневный, такой освежающий, но не броский, я бы сказала, офисный вариант. Следующий оттенок это номер 138, еще один светлый нюд. Для меня он консилерный, и я его могу носить только в паре с темным макияжем глаз вечерним. Но если вы более светлая девушка, если у вас холодный потон, то для вас это будет такой повседневный, нежный, универсальный персиковый вариант. Следующий оттенок это номер 86. Припыленный коралл, чем-то напоминает мне Firecracker от Rimmel. Не кричащий, он явно не на какой-то там разбеленной базе. Его можно заставить работать, даже если вы хотите сделать повседневный, офисный вариант, но при этом добавить чуть больше цвета в ваш образ. Это помада металлизированная, с огромным количеством сияющих частиц, которые видны. Сияющие частицы имеют какой-то голубоватый шифт. Я не могу ее сравнить с Pinker Bell от Catrice, потому что здесь сияющие частицы другого вида. То есть она, не знаю, более металлизированная что ли. Она чем-то похожа на металлизированную помаду из линейки Catrice Full Satin, которую я только что засвочила. Номер помады 17. Это холодный такой оттенок фуксии с голубоватым шиммером. Шиммер мелкий, это не какие-то блестки, не глиттер, то есть помада комфортно ощущается, то есть она ощущается точно так же, как и остальные кремовые помады в этой линейке. Я лично не фанат такого финиша, потому что это напоминает помады из 90-х, хотя некоторые оттенки из 90-х я люблю возвращать. Мне нравятся какие-то голографические блески, коричневые помады, сероватые помады. Но вот это вот мне напоминает перламутр, хотя это не перламутр, это реально какой-то такой мелкопомолотый металлик что ли. Здесь нет вот этого перламутрового финиша, но все равно что-то близкое с перламутром есть, и если вы пытаетесь обойти перламутр стороной, тысячу раз подумайте, прежде чем вот этот вот конкретный оттенок покупать. На этом я буду завершать свое видео на сегодня. Напишите мне просто внизу в комментариях, какой оттенок вам понравился больше всего, и какая помада из линейки Блор Дизайн. Вас привлекает больше всего, то есть какая у вас любимая формула. И говоря о Кику Милана, тоже буду очень благодарна, если вы мне расскажете о фаворитах этого бренда. Спасибо огромное за просмотр, надеюсь, вам было интересно. Всем отличного настроения, улыбайтесь чаще, и до скорых встреч. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok